билет быстрому старению так многие врачи называют инсулин в этом видео разберемся насколько оправдана такое название и как связан уровень инсулина с возрастными заболеваниями начнем правда с того что инсулин нам совсем не враг это жизненно необходимый гормон который обеспечивает постоянство уровня сахара в крови он улучшает поглощение глюкозы тканями и обеспечивает наши энергетические запасы но повышенная концентрация инсулина в организме приводит к серьезным заболеваниям ожирению риску развития расклероза и болезни сердца снижение умственных способностей вплоть до болезни альцгеймера кроме того повышенный инсулин негативно сказывается на нашей внешности ученые доказали что при повышении уровня сахара в крови на каждый миллимоль на литр участники исследования выглядели примерно на пять месяцев старше своего фактического возраста еще одно интересное исследование проводилось для того чтобы понять что общего между людьми которые живут на свете более 100 лет и другими людьми среди участников были долгожители с высоким и низким холестерином трезвенники и любители алкоголя оптимисты и пессимисты но всех их объединяло одно низкий уровень инсулина и сахара в крови возможно у вас возникла мысль повышенный инсулин не может быть также актуален как например онкология или ковид который еще совсем недавно преподносился как мировая проблема номер один но вот немного статистики сегодня в мире с диабетом живет каждый одиннадцатый человек при этом каждый второй заболевший не знает о своем диагнозе за последние 40 лет количество людей с диабетом увеличилась в 4 раза 70 процентов людей которые пришли на консультацию к врачу нутрициологу имеют инсулинорезистентность а это первая ступень к сахарному диабету 2 типа инсулинорезистентность это состояние при котором уровень инсулина в крови выше 8 микро единиц на миллилитр при норме менее 5 микро единиц на миллилитр не буду здесь вдаваться в детали поскольку на моем канале есть видео где я подробно рассказываю об инсулинорезистентности там же я даю очень простой домашний тест который поможет вам самостоятельно предположить наличие или отсутствие резистентности к инсулину из-за чего же повышается инсулин среди теории выдвигают генетический фактор но все-таки на первом месте неправильный образ жизни и прежде всего неправильное питание в частности чрезмерная любовь к быстрым углеводам и калориям когда человек злоупотребляет пищей с высоким гликемическим индексом то объем инсулина подскакивает настолько что глюкоза практически мгновенно откладывается на боках в виде жира а когда жировые запасы заполняются инсулин начинает атаковать оболочки наших артерий поэтому методом номер один в снижении инсулина является коррекция питания вот несколько простых рекомендаций прежде всего питаться без перекусов два-три раза в день перекусы ведут к постоянным скачкам инсулина в идеале желательно делать длительный перерыв с ужина до завтрака не менее 14 часов для оптимизации органов пищеварения и завершения процессов детоксикации начинать завтрак важно с белка например белковый омлет яичница сыр ограничить быстрые углеводы особенно выпечку сделав выбор в пользу ржаного хлеба и изделий с отрубями большое количество клетчатки в рационе улучшает чувствительность к инсулину а значит она нам полезна максимально заменить животные жиры правильными растительными маслами нормализовать питьевой режим до полутора-двух литров в день вода зеленый травяной чай который особенно полезен при высоком сахаре также очень важно нормализовать сон и уровень стресса другими словами убрать не пищевые триггеры инсулина ведь даже кратковременное недосыпание повышает уровень глюкозы и снижает чувствительность клеток к инсулину следующий способ снижения инсулина это физические нагрузки силовые тренировки в том числе на тренажерах аэробные нагрузки такие как бег велосипед плавание помогают снизить уровень глюкозы нормализовать инсулин но здесь я хочу предупредить распространенные ошибки это не значит что можно есть очень много сладкого потом пойти на тренировку отрабатывать глюкозу все меры должны работать в комплексе и диетотерапия это мера номер один при коррекции инсулино-резистентности отличным дополнением к диете упражнениям будет траволечение золотым стандартом траволечения в случае преддиабета и диабета считается галега лекарственной по-другому называется козлятник лист и молодые побеги черники створки фасоли курильский чай на снижение сахара великолепно работают адаптогены оралия маньчжурская заманиха высокая леутеракоп колючий радиола розовая лимонник китайский и особенно женщин для улучшения контакта инсулина с рецепторами используют хромосодержащие растения такие как анис левзея софлоровидная одуванчик лекарственный имбирь шалфей лекарственный и некоторые другие часть этих растений можно эффективно использовать еще на этапе инсулино-резистентности для профилактики диабета компоненты индивидуального сбора при инсулино-резистентности и диабете можно подобрать из более чем 100 растений и не забудьте про галегу подводя итог хочу сказать что снизить инсулин раз и навсегда не получится то есть те методы которые мы сегодня рассмотрели должны стать вашим образом жизни поверьте эти привычки не только полезны но и очень приятны а результатом будет отсутствие возрастных заболеваний активная долгая жизнь молодость красота искренне вам этого желаю будьте счастливы и здоровы